Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. А знаете ли вы, дорогие слушатели, что мой родной университет, Высшая школа экономики, проводит замечательную акцию под названием «Лекции в музеях», «Вышки в музеях». В том числе там наши профессора, ведущие, читают лекции в крупнейших и не самых крупных музеях Москвы. В том числе недавно был аншлаг в доме музея, в музее-квартире Достоевского на Божедомке, где читал лекцию наш профессор Владимир Карлович Кантор. И был совершеннейший совершенно аншлаг, пришло народу в три раза больше, чем мог вместить небольшой зал, люди стояли снаружи, и затем все не могли поместиться. В общем, было такое замечательное совершенно городское событие. И в том числе там Владимир Карлович говорил о... Лекция его была «Достоевский как ветхозаветный пророк». И мне эта мысль показалась очень интересной для нашего эфира. Поговорить о Достоевском как о пророке, о ветхозаветности Достоевского. Особенно интересно в том смысле, что ведь Достоевского часто обвиняют в антисемитизме, но, с другой стороны, у него был какой-то мучительный интерес к проблеме еврейства. И что самое интересное, насколько Достоевский свои ветхозаветные пророчества проецирует на Россию. Чувствует ли он, что Россия, русские, тоже являются избранным народом, народом-богоносцем, народом-мессией? Что он говорит нам о русском человеке, о судьбе России в истории? Обо всех этих темах мы говорим с нашим гостем сегодняшним, Владимиром Карловичем Гантером, профессором. Добрый день, Сергей. Вы знаете, с чего я начну? Феномен Пожигайло. Вы знаете, что есть такой человек Пожигайло? Нет. Не знаете, счастливый, да, знаете, бросить все, уехать в Урюпинск хочется, когда вас слышу. Вот, есть Павел Пожигайло, интересный очень человек, офицер-ракетчик, офицер ГРУ, который был, послужил какое-то время заместителем министра культуры, сейчас он в общественной палате занимается вопросами культуры. И вот он на протяжении последнего года, 2013 года, выступает с идеями многократно и на телевидении, и в интернете, и в газетах о том, что нужно цензурировать русскую литературу 19 века. Не надо ее детям преподавать. Они портят психику. Портят психику Салтыков, Щедрин, Гоголь, Гоголевский ревизор, например. Вот, вы знаете, буквально неделю назад прошла информация у нас же на Финам.фм, в новостях я слышал, что вот Есенин опасен для детской психики, Набоков опасен для детской психики. Вот Достоевский, по-вашему, вот если пользоваться этой терминологией, Пожигайло, хорошее, кстати, да, как Скорозу? Фамилия потрясающая. Потрясающая, да, да. Собрать все книги бы даже сжечь, как его предшественник. Достоевский опасен для детской психики? Ну, школьная, так скажем, психики школьника. Давайте я тогда начну от себя писать. Я впервые прочитал Достоевского, наверное, в классе в восьмом. И могу сказать, что это было потрясение для меня. Я, по-моему... Преступление? Не-не-не, я прочитал что-то другое. Я прочитал, по-моему, двойника, а потом прочитал записки из-под пулья и совершенно выпал на какое-то время из школьной жизни. Вот. И в этом смысле, что Достоевский втягивает в свой мир, он, конечно, опасен. Он не дает идти по линии, ну, условно говоря, которая задана школьной программой, которая задана начальством. Вот только так, а не иначе. Ты должен учить такие-то уроки, говорить такие-то слова. Достоевский уводит в другое измерение просто, просто в другое измерение. И ты начинаешь смотреть на мир, ну, как он любил сам смотреть, с точки зрения вечности. Да, это какое-то совершенно... Я тоже, наверное, в классе восьмом-девятом, но у меня все стандартнее началось с преступления и наказания. Но для меня это тоже явилось очень большим потрясением. И затем уже в студенческие годы, и я уже помню, что какие-то вообще на какие-то нужды совершенно необходимые, что-то с покупкой штанов связанное или еще что-то, отложенные деньги. Я увидел в стройотряде в Казахстане полное собрание сочинений Достоевского. Вот это вот такое защитного цвета, академическое, 30-томное. Я его купил, потому что настолько для меня это было важно. Я приехал, так сказать, все заработанные деньги стройотряда на вот это вот Достоевского. Настолько какие-то важные вещи он мне сообщил, которые я до сих пор ношу в себе. Так что в этом смысле, конечно, это человек, который перевернул представление России. Но вот возвращаясь к теме вашей лекции, Достоевский действительно представлял себя ветхозаветным пророком? Он примерял на себя вот это вот... Да, и не раз об этом говорил. Ну, простой пример. Он любил цитировать строчки Огарева, что вышла мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка. И она ему вышла. И жизнь, и скорбь. Он страдал, как мало кто в русской литературе страдал. Все-таки четыре года каторги, шесть лет солдатчины. В расцвете сил, когда он уже знаменитый писатель. Прошел расстрел, он был приговорен к расстрелу, как все знают, и пережил это. Ну, столько, сколько он пережил. Не дай бог, а может, дай бог, если ты хочешь быть писателем, пережить человеку. Но он пережил. Он действительно уходил в заоблачные меры в этот момент. Но когда вас приговорят к расстрелу, вы, разумеется, уже начинаете смотреть по-другому на весь мир. Тем более, что он, как вы знаете, как вы помните, был трое-троих привязали. С детства было второй тройки. И уже был знаменитый «Готовься, целься, готовься». Вот на слое «Пли» царь остановил. Цельс, его посланный им человек. Ну, они-то пережили это. Потом каторга, где, я думаю, это Сталина знаменитая позиция, когда он социально близкими назвал уголовников и политических, объединял с уголовниками, чего уже не было в царской России последних десятилетий. Но при Николае это еще было. И политические, в том числе Достоевские, Петрашевцев, ссыльные поляки попали с каторжанами. А это были... Надо перечитать «Мертвый дом», чтобы понять, что это такое. Это были действительно убийцы. Это действительно были люди страшные. Но вдруг, когда он в них, в этих абсолютно... Он понимал, что они абсолютно страшные. И несколько раз, опять же, был на грани смерти, он это описывает в «Мертвом доме». Вот. Но он вдруг увидел, что и там можно в них чего-то найти другое. Вот в этом ужасе, в этом кошмаре. И попытался найти. Но при этом он получил то, что называется бинокулярное зрение. Он мог видеть и реальность, и мог видеть то, что внутри... И, может, даже еще больше, как говорится, тащил глаза аргус. У него много было глаз. И мог видеть то, чего он хотел. Ну, то, что за реальностью. Какой-то эксистенциальный такой онтологический слой. Но, с другой стороны, вы знаете, говоря о Достоевском, я понимаю, что он видит даже не столько реальность. Он, по-моему, описывает события какой-то совершенно другой жизни, совершенно другой истории, которая происходит у него в голове и истории каких-то идей. То есть, пытаясь составить представление о России из романов Достоевского, очень сложно, да? Читая Толстого, я могу очень такое объемное, полностью стереофоническое, стереоскопическое представление о России составить. Он очень пластичен, он очень фактурен. У Достоевского какие-то бесконечные салоны, диваны, разговоры, разговоры. Вот я помню, Набоков вспоминал, что единственная человеческая черта у Достоевского, по-моему, в этих Карамазовых, это на садовой скамейке оставленный след, круглый след от стакана. Ну, это эстет, говорит Набоков, я имею в виду. Да. Вот я как раз не могу представить Россию по-толстому, потому что, как сам говорил Достоевский, это средневысший слой, который, с точки зрения этого средневысшего слоя, высокого дворянства, на самом деле, богатого дворянства, который вхожа в высший свет, смотрит сверху на крестьянина и пытается, и настолько боится Лев Николаевич этого крестьянина, что он пытается от его лица, его словами проклясть и всю культуру, и весь высший слой. От Толстого у меня ощущение, ну, человек лично, наверное, был смелый, судя по Севастополю, но в плане социальном он, конечно, боялся, а Достоевский не боялся, он прошел каторгу, он видел это все. А Толстой боялся. Вот я проехал сквозь там строй рабочих, как сквозь строй, и мне было страшно. Ему страшно все. Ну да, он изнутри, то же самое, да, так сказать, после балла, если взять рассказ, это рассказ наблюдателя, который, так сказать, сопереживает происходящему. А Достоевский на своей шкуре, на своей спине испытал вот это самое наказание. И не случайно немцы, ну, я просто лучше знаю германскую культуру, ну, не только немцы, французы, англичане, вообще вся Европа, Россию все-таки оценивают прежде всего по Достоевскому, а не по Толстому. Толстого знают, но Толстой идет на уровне, если угодно, мексиканского сериала. Вот «Войная мир», Анна Кареньна, красивые виды, красивый Вронский, красивые скачки, там красиво крестьяне косят траву, и даже граф с ними косят. Ну, очень красиво. Ну, прямо рабыня из аура. Вот, Достоевского так не снимешь, разумеется. Но я, извините, два слова скажу. Да. Это, конечно, другая Россия, другой Петербург. У меня получилось так, что я был на конференции по Пушкину, а потом в Петербурге, а потом переехал автоматически на другую конференцию по Достоевскому. И вот Пушкинский Петербург, мы его знаем все, люблю тебя, Петра, творение, твой строгий, стройный вид, он есть такой. А рядом Петербург Достоевского, он тоже есть, и там была одна совершенно замечательная... Двор и колодца. Это ужас какой-то. Дама, которая повела нас, Наташа Чернова такая, она в музее Достоевского работает, она повела нас путем Раскольникова. И вдруг мы увидели действительно другой Петербург. А он есть, этот другой Петербург. Она провела вокруг дома, где 8 спусков в подвал. В каждом были когда-то пивные. И одного выскакивала, помните, говорит, выскочила проститутка, которая накинула нас к Раскольникову, давай, иди ко мне. Вот это все было. Это же, знаете, тоже и Диккенсовский Лондон примерно такой же должен быть. Да, Диккенс... Туманный, с обшарпанной, с отпадающей штукатуркой. Да, да, да. Но Диккенс при этом, как говорил про него Цвейк, он писатель, не знавший трагедии, в общем, строго говоря. Вот, а Достоевский, самое-то смешное, я говорю, это была очень фантастика полная. Мы пошли, дошли путем Раскольникова, поднялись в тот дом, тот подъезд, куда вошел Раскольников, поднялись на этаж, позвонили в дверь. Это я уже нахально позвонил. И дверь открыла нам старуха. Это почти, у всех почти было обморочное состояние. С сальным пробором. Это был ужас какой-то. Да. Так что он вполне реальный. Да, и он, конечно, этим очень интересен, тем, что он такой разночинный, вот эти вот разночинные сапоги Мандельштама, они очень явственно видны, скрипят, и он такой как бы о жизни, про жизнь Достоевский. Но в то же время он рассказывает не только о России, да, почему он на Западе, он рассказывает вообще трагедию человеческого существования. Он в этом смысле гораздо больше, чем просто русский писатель. Конечно, конечно. Но просто он поднял русскую, ну, как Вячеслав Иванов, по-моему, сказал про него, он сделал русский мир сложным. Вот после него русские научились мыслить сложно. У Толстого все просто. А равно Б, или А равно А, Б равно Б и так далее. У Достоевского А никогда не равно А. И вообще непонятно, чему оно равно. Оно равно какому-то постороннему совершенно пространству. Да, вы знаете, это очень сильное замечание, потому что Достоевский – это про сложность. Вот мне кажется, почему школьникам надо давать Достоевского, потому что это... И почему меня он так потряс в свое время, потому что неожиданно я узрел какое-то не трехмерное пространство, а пятимерное, десятимерное, какого-то человеку, открывшему неевклидовую геометрию, да, Лобачевского, Риммана и так далее. И Достоевский – это действительно, да, вот то, что Бахтин позднее пытался раскрыть, вот в это, глядя на вот этот вот полифонизм Романова-Достоевского. И он, конечно, здесь очень сильно выходит в 20-й и в 21-й век вот этой своей сложностью. Ну, да. Извините, сам вот вы помянули Лобачевского и Риммана. Я в свое время познакомился с одним математиком, русским, но уже жил он в Германии, который раскопал данные, что Достоевский знал Лобачевского, знал его идеи. И он довольно доказательно написал текст об этом, который потом с моей помощью не опубликовали в вопросах литературы. Безумно интересно. То есть, когда Иван Крамалов рассуждает, сойдутся ли параллельные прямые или не сойдутся, это говорит человек, знающий Лобачевского. Ну, мне кажется, что и подпольный человек мог знать Лобачевского, потому что вот это вот отрицание всей этой рациональной гармонии Хрустального дворца и всего вот этого вот гигантского модернистского проекта, которое я вижу в записках из подполья, оно, конечно, такое уже, как тут некая квантовая теория, Эйнштейн и такие вот вещи. Да, действительно, Достоевский выводит на какие-то фантастические совершенно контексты. Но при этом, вот возвращаясь к вашей мысли, он мыслит себя ветхозаветным пророком, да? То есть вот меня в вашей лекции, когда я ее читал, удивило вот это, что он себя не в смысле как бы христианства новозаветного позиционирует, а вот мне очень было интересно прочесть, что он, например, был близок к талмудической культуре и ветхозаветной культуре, и культуре Торы. Ну, об этом говорят. Я читал несколько исследований на эту тему. На доказательства прямых, что он знал, что талмуд нету. Ведь талмуд выходил на русском языке в эпоху жизни Достоевского. Читал ли он? Доказательств нету. Но то, что он знал Ветхий Завет, как мало кто из русских писателей, ну, в общем, как правило, все ограничиваются Новым Заветом. У Достоевского какой текст вы не возьмете, особенно братья Карамазова, там бесконечные отсылки. Ну, я уже не говорю про Ивова, который едва ли не главный его герой, любимый его герой, как он пишет, жене Ане. Это то, что меня потрясло с детства. А Ив — это выход в иное пространство. Когда он пытается полемизировать с Богом, и Бог его наказывает неизвестно за что, отбирая у него вначале стада, потом детей, потом все. И он говорит, я хочу состязаться с Богом. Бог говорит, а что ты понимаешь вообще? Вдруг Бог с ним начинает говорить. Вообще нигде в мире этого нет, чтобы Бог говорил с человеком. Что-то запредельное. А где ты был, когда я творил мир? Ты сотворил это. Ты ли видел, как я делал это? Кто-то такой. И Иов в итоге преклоняется перед Богом, и Бог прощает его. За что наказание? Просто он должен понимать, что он внутри, как говорили древние евреи, в руках Бога находится. Здесь выводит меня на это очень интересную тему антисемитизм Достоевского. Насколько правдива вот эта мифология, это апокриф, не апокриф, о том, что Достоевский был антисемитом. Я ведь вспоминаю это ужасное, в общем-то, место в братьях Карамазовых, где Алёша говорит, по-моему, с Лизой, и она спрашивает, а что, правда ли, что евреи на Пасху христианских младенцев убивают? И Алёша отвечает, не знаю. Да, но я об этом писал. Это то, что называется в литературе ведения или в философии культуры ложная память. Алёша так не мог ответить. Вот единственный прокол в Алёше, вот этот странный ответ, он кровавые навета были, Достоевский знал это. Но сам Достоевский, который говорил о том, что это великое племя, мощнее которого человечество не знает, и сколько ещё веков пройдёт, пока мы узнаем, зачем оно послано на землю, это Достоевский говорит о евреях. И что он вменяет в вину евреям? Одну простую вещь. Современным евреям. Не Иова, конечно, не Саари, не Равекки, о котором он говорил, что вот почитайте про Мавитянку Руев, говорит Зосима, простолюдинам, и они поймут, что это такое. Нет, он современным евреям за то, что они продали Бога Мамонне, поменяли Бога на Мамонну. И как же может еврей, говорит он, истинный еврей отказаться от Бога? Тогда он не еврей. И вот это его больше... А за что критиковали тех же иудеев, ветхозаветные пророки, именно за это. Ну да, то есть здесь опять пророческая вот эта вот критическая позиция Достоевского. В данном случае он имеет право, дерзает все, так сказать, иудейское племя. Да. Критиковать. Но самое-то интересное, что он так же, как иудеев, и, может, иудеи ему были интересны, интересны как некий феномен мирового бытия, как странный такой появившийся вот многомерная просрочность. Ну, а евреи их писали. Многие, начиная с Чаодаева там и далее, прошли четыре тщети и не изменились. Почему? Потому что верны были своему Богу, были верны Иегове. Если они будут отказываться, они растворятся, они, может, покорят мир, но они не будут теми евреями, которые хранили Бога. Интеллигентный еврей, отказавшийся от Бога, мне непонятно. Говорил Достоевский, он не еврей. Ну, и дальше, в дальнейшем, конечно, он проецировал вот это вот свое отношение к евреям на отношение к русским, да? Совершенно верно. И вел себя как пророк по отношению к русским. И об этом мы поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас в властях профессора высшей школы экономики Владимир Карлович Кантер. Говорим мы о Достоевском. Достоевский как ветхозаветный пророк. Что Достоевский взял от еврейства, от вот этого ветхозаветного пророческого еврейства? И как он себя возомнил пророком русских? Русские для него что, были тоже вид избранного народа? Ведь я вспоминаю это у Шатова, а ведь это же, по-моему, альтер-эго Достоевского. Самый близкий Достоевскому герой, да? Еще Розанов, по-моему, это писал Шатов. Так вот, Шатов говорит, что русский избранный народ, современные евреи. Это и да, и нет. То есть то, что русский избранный народ, Достоевский верил. Но, как говорил Хомяков, но помню, быть избранником Божьим тяжело. Избранником Божьим это ответственность. Он не достойно избрания, обращался Хомяков к России, ты избрана. И это тяжело. И Достоевский, если говорить о Шатове, извините, вернусь к вашему вопросу. С Шатовом он разыграл эту партию идеально совершенно. Шатова убивает русский бес, то есть Петр Верховенский, который говорит, что русский бог мне помогает, не Христос. Русский бог, языческий бог. И Шатов клянется, что из России все придет, в России там Светоч и прочее, народ богоносец, без народа, не создавший своего бога, не может быть избранным. И дальше следует гениальный вопрос Ставрогина. Ставрогин ведь провокатор, но гениальный провокатор. Я верую в Россию, я верую в то-то, в то-то. И вдруг вопрос Ставрогина, а в бога? В бога вы верите? И растерянный ответ Шатова, я буду. Да. Буду веровать в бога. Это убийственно по отношению к идее народа богоносца. Потому что верить в бога, бог наднациональный. Он не знает ни Эллина, ни Иудея, как говорили еще апостолы. И Шатов, верующий именно в русского бога... Нет, но это новозаветный бог не знает ни Эллина, ни Иудея. Правильно. А ветхозаветный-то как раз тот и Иудея. Знает евреев, правильно. Но Шатов-то христианин православный. Он же как бы следует России избрана как христианский народ. Дело в том, что христиане... Мы забываем об одной простой вещи, что христиане называли себя новыми евреями, новым Иерусалимом. Теперь они избранный народ. Христиане, не евреи. Это началось еще с греков, которым, конечно, ужасно не хотелось быть ниже иудеев. Поэтому, ставши христианами, они сказали, что иудеи плохие, а христиане действительно новый народ. И это действительно очень интересная позиция. Христиане новый народ, избранный новый народ. Христиане как таковые. Поэтому, и это откройте любого апостола, любые послания, поэтому настоящий христианин не имеет отечества. Он странник на земле. Ну, для Достоевского все-таки было отечество, отечество русское. Он считал себя русским пророком. А как он себя вел в качестве пророка? Что это было? Обличение грехов? Да. Я просто вначале скажу, что такое. У нас, часто я с этим сталкиваюсь, говорят, пророк тот, который предсказал, что будет. Достоевского называют пророком, потому что он предсказал большевизм, там, то есть, пятьдесятые, Ленина, Сталина и прочее. Нет, ну мы в другом смысле говорим. Естественно, да. Он ничего не предсказывал. Но каждый пророк говорит своему народу, если ты будешь себя вести так, как ты ведешь, ну, бесы, если угодно. Это рассказ о том, как обесилась вся страна. Бесовщина проникла внутрь каждого. Там нет ни одного, который вне бесов находится. И если ты будешь себя вести так, то тебя ждет смерть, кара и так далее. То же самое, что говорили ветхозаветные пророки. Если ты будешь поклоняться мамоне, блуду там расстроить, тебя постигнет кара. То есть пророк, грубо говоря, такой и малоприятный человек, который говорит все время, так сказать, некие моральные истины и бичует грехи окружающих его людей. Не надо забывать только, что пророк – посланник Бога. Он не от себя говорит. Его устами глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Помните у Лермонтова строчки? Вот Достоевский чувствовал себя в этом смысле пророком, посланным Богом. И он литературу так оценивал. Шекспир говорил, это пророк, посланный нам Богом, чтобы рассказать о человеке. Но о человеке Достоевский рассказывает все-таки очень нелицеприятной истиной. Потому что я вот пытаюсь для себя понять, Достоевский он про добро или про зло, все-таки в основном Достоевский – это про зло. И если взять общий баланс в его романах, то, конечно, зло торжествует. Оно в гораздо большей степени представлено. Я бы не согласился с этим. Нет, потому что он действительно зло изображает очень ярко, очень жестоко. Но для того, чтобы... Ну, так же, как... Возьмите любого ветхозаветного пророка. У него нет ни слова про добро. Он без конца обличает то-то, то-то, то-то и то-то. И Достоевский делает то же самое. Но во имя добра. Но во имя того, чтобы... Вот, скажем, тот же русский народ стал жить не как народ, как бы, избранный... Извините, неправильно сформулировал. Не как богоизбранный народ, а как народ, избранный Богом для того, чтобы осуществлять его идеалы. Конечно, ему в этом смысле евреи немножко мешали. Потому что уже есть один народ, который вроде бы выполняет божье установление. Не ложилось тут. Поэтому было еще некое соревновательное начало. Есть евреи, а что русским тогда делать? Но делать то же самое, что евреям. Но все-таки вот я хочу попытаться продолжить эту леднюю Достоевский. И очень сильно ввел зло в литературу. Он показал зло. Показал в том числе и банальность зла. То, что вот эти все бесконечные посредственности. Все из Свидригайлова, и даже Лебяткина, и так далее. И Фердыщенко. И, с другой стороны, он показал вездесущесть зла. То есть, может быть, он опять-таки здесь заглянул в 20 век. И мне здесь перекличка с другим писателем, которого мы недавно в нашей программе обсуждали. Это Шаламов. То есть человек, который показал абсолютную тотальность зла. Тоже прошедший тюремный опыт. И тоже, кстати, написавший, что русский интеллигент не может состояться считаться состоявшимся без опыта тюрьмы. Так что вот мне здесь интересно вот это вот открытие зла в человеке Достоевскому. Ну, вы же профессор. И знаете, что у Канта была замечательная работа обозначально злом в человеческой природе. Это как бы общая установка любой философской антропологии. Зло присуще человеку. Оно в нем. И если бы не было зла в человеке, не нужен был бы Бог. Не нужен был бы Христос. Не нужно было бы страдания Христа, чтобы скупить. Но не вся литература из этого исходит. Литература до Достоевского, я не знаю, тот же Пушкин, не исходит из греховной природы человека, из злой природы человека. Ой, Пушкин гораздо более сложен, чем нам кажется. Ну, возьмем Шекспира, скажем. Ну, Шекспира и Пушкина можно взять. Говорит, Шекспир, для него был пример Шекспира, как творец, конечно. Трагедия Шекспира — это бесконечные трагедии о зле. Возьмем ли мы Гамлета, там зло торжествует абсолютно. Возьмем ли Магбета, зло торжествует абсолютно. Короля Лира. И даже прекрасная Корделия, которая, казалось бы, вот некие дел, и она убита. Она, которая единственная любила отца, отторгнута отцом. Абсолютное торжество зла. Но это и есть трагедия. Не пройдя трагедию, человек не может очиститься. И Достоевский это показывает. А что такое Пушкин? Ну, возьмем... Нет, не всадник. Абсолютная трагедия. Законченная трагедия. Там зло в самом устройстве мира. И Евгений гибнет, потому что он слаб, он не может тому злу противостоять никак. Ну, в общем, Евгений Онегин тоже, по большому счету, тут разновидность торжества зла. Да, убивает. И самого Евгения, и Татьяна, которая предала свои юношеские идеалы, юношескую любовь старшей. Татьяна не предала. Вот тут у меня бесконечный спор с коллегами, с студентами. У нее есть гениальный ответ Онегину. Обычно, как он нас цитирует, как не слышит текста Пушкина. Но я другому отдана. И все говорят, и буду веком уверена. Не и. И это как и другие. Но я другому отдана. Я буду веком уверена, говорит Татьяна. Это ее личный выбор. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Она обращается к европейскому началу Онегина. Она действительно русско-европейнка, которая совершила свой личный выбор. То, о чем мечтали экзистенциалисты потом. Надо совершать выбор. Вот она его совершила. Продолжая тему зла, я хочу обсудить такое очень сильное, я считаю, обвинение Достоевскому, которое прозвучало в известной статье Максима Горького о Карамазовщине. По-моему, 1913 год. Еще Горький такой весь нецшианец. Собственно, он не с шианцем, что и остался. И он говорит, что Достоевский – это злой гений России, злой гений русской литературы. Мне кажется, он здесь говорит очень две точные вещи. Что Достоевский вскрыл садосмазохистскую сущность России. С одной стороны, садизм Петруши Верховенского, садизм нигилиста, а с другой стороны, мазохизм забитого маленького человека. И вот мне кажется, что Горький здесь как-то очень правильно говорит, что Достоевский вскрывает саму вообще философию, саму антологию русской власти и русского социума. Садизм нигилиста и мазохизм подчиненного. Ну, если так говорить, то, конечно, это не на Петруши Верховенском. У него есть замечательный небольшой рассказ, скверный анекдот. Если вы помните, когда действительно подчиненный, Млек по фамилии замечательный, Млекопятаев, пытается услужить своему начальнику, и от этого ломается его жизнь, ломается, ну, катастрофа полная. Но мне кажется, Достоевский, конечно, гораздо сильнее. Он абсолютно байронический человек. Иван Карамазов, это, строго говоря, второй Байрон или Иов. Это совершенно другой уровень. Это не... Горький мелко плавал просто для Достоевского. Вот, обвинять его в садомазохизме, ну... Вообще Фрейд, по-моему, Достоевского не очень понял, когда он говорил, Достоевский отца убийства. Ну, это... Не об этом, собственно, речь. Для него отца убийства был... Было выход, опять-таки, за пределы нормы мира некоего. Но самое-то удивительное, что он и отца рисует чудовищно. Ведь Федор Павлович Карамазов, в общем, негодяй, по большому счёту. Да. Вот. И вроде бы один гад убьёт другую гадину, говорит Иван Карамазов. Но и это Достоевский не принимает. Какой бы ни был гад, всё-таки он, видевший каторжников, понимает, что где-то в нём может быть и свет. И Алёша, вот, я говорю, у него одна ложная такая фраза была, не знаю, Лиза. Да. Он говорит, вы неплохой человек, только испорченный. Вот это вот... Ну, к вопросу о зле я хочу одну вещь таковым сказать. Очень важную. До Достоевского никто это не фиксировал в России, по крайней мере. Он показал, что зло бытийственно. Часто говорят, что зло – это недостаток добра. У него реальный чёрт. У него реальное зло. Которому... Ну, раз зло... Вот весь парадокс Ивана, когда он говорит с чёртом, и это Достоевский же понимает, он помнит Лютера, который швырнул в чёрта чернильницей. Вот Иван это говорит, чернильницу ищешь, говорит ему чёрт. Вот. Не ищу, поскольку это и есть я сам. Для Достоевского было очень важно, и весь разговор он провёл, этот поразительный, гениальный разговор, абсолютно гениальный, для того, чтобы показать Ивану, чтобы он себя растождествил с чёртом. Чёрт всё время навязывает ему, что он часть Ивана. Но он не часть Ивана. Если человек принимает положение, что чёрт сидит в нём, что он часть его самого лечения быть не может. И не случайно именно Алёша говорит, это не ты говорил, не ты говорил, это он говорил. Он разводит чёрта Ивана. То есть в этом отношении Достоевский оставляет человеку надежду, оставляет выход из вот этой вот вселенной зла, вселенной постоянной бесовщины и вот этих комплексов неизжитых. Мне кажется, да. И надо сказать, Соловьёв Владимир Сергеевич, который поначалу, ну, следом за западными многими философами, говорил, что зло — недостаток добра. Это Августин говорил и прочее. Августин, которого, кстати, Достоевский хорошо знал. Вот. Он к концу жизни понимает, что зло активно, оно существует реально. И он пишет краткую повесть об Антихристе, где Антихрист реален. Он является в мир абсолютное зло. И опять-таки, и это у Достоевского есть, то, что потом повторили русские философы в эмиграции уже, Христос пришел в мир не с тем, чтобы победить. Победы он не ожидал. И действительно, собственный народ, к которому он пришел, кричал «Распни его!» Варава, у нас говорят «разбойник», это неправда, Варава — вождь восстания против римлян. Он бунтовал народ. Его народ требует освободить, условно говоря, ну, как бы освободить не Достоевского, а Ленина, предположим. Ленина освободите, потому что он нас бунтует. Христос это понимал. И он понимал, что его дело на земле проиграно. Но он оставил шанс у философа Вингенштейна, австрийского, известного великого философа, есть замечательное соображение. Он говорил, если бы не было Христа, то выобразите себе маленького мальчика в темной комнате и никакого света. Ну, никакого света. Вот так человечество, без Христа никакого света. А вот он дал тот свет, который во тьме светит. Вот только за этим он и приходил, чтобы была эта точка отсчета, был этот огонек. И потом Семен Франк, ну, известнейший, сейчас, как говорят, самый крупный русский философ XX века, он говорил, мы должны понимать, что мы с ним, как с вечно гонимым. Мы, христиане, вечно гонимые. И Соловьев, первый это сказал, на самом деле, выдержавших меньшинство. Выдержавших меньшинство, в том числе и Достоевский. Мы продолжим наш разговор о Федоре Михайловиче с философом Владимиром Кантером после перерыва. И снова добрый вечер. Программа Археология в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня философ, профессор Высшей школы экономики Владимир Карлович Кантер. Говорим мы о феномене Достоевского. В какой степени Достоевский раскрыл, показал русского человека сущность отношения человека и Бога? В какой степени Достоевский вообще говорит о России? К вопросу о том, насколько Достоевский представляет вообще нынешнюю Россию. Ну и нынешнюю и вечную Россию. Мне кажется, что здесь очень важная вещь он раскрыл вот в этом вот в подпольном человеке. Подпольный человек Достоевского, вот Розанов об этом, да, в частности, очень много писал. И этот самый подпольный человек, в нем же тоже заключена какая-то очень сильная вот такой мазохизм и страсть к разрушению. Фактически в русской революции, если считать Достоевского пророком революции и в данном случае предсказателем революции, да, предсказателем революции русского двадцатого века, он ведь и это увидел, то, что этот самый подпольный человек выйдет наружу и в конце это обернется нигилизмом большевиков. Я думаю, что подпольный человек это более сложная структура. У нас действительно ее воспринимают как, ну, условно говоря, борьбу с демократическим хрустальным дворцом. Письмник брату, он писал, церковная цензура не заметила, что я замахиваюсь здесь на большее, я замахиваюсь на мироустройство. Это первая, условно говоря, попытка взгляда Ивана, я не Бога, я мира Божьего не принимаю. И я воспринимаю записки из-под пулья и подпольного человека, который потрясен неустройством мира. Его небо, как это говорилось, неблагообразием, если угодно, где все, что он не делает, от всего ему плохо, и сам он совершает это плохое все время, и понимает, что совершает плохое, но так мир устроен, и вот это ужас Достоевского, почему же мир так устроен? Но не были ли большевизма в своем, так сказать, пределе тоже таким вот реакцией на неустройство мира? И вообще весь модернизм и авангард такой попыткой переустройства мира, если брать большевизм в таких своих, я не знаю, в виде Велимира Хлебникова или Андрея Платонова, вот таких вот больших проектов о переустройстве мира? Ну, Платонов это отдельная песня Хлебников, он большой поэт, но он, конечно, абсолютно не шанец, за то, что вы говорили про... Горького. Горького, это относится к Хлебникову стопроцентно. Вот, человек, который мечтал о эмолодчике-купчике ветерок в голове в Пугачевском тулупчике я иду в Москве, он мечтал о Пугачевщине. Вот, это совершенно не та структура, о которой думали большевики, они думали организовать жизнь. Хлебников об этом не думал совершенно. Он хотел разгула, стихии. Платонов как раз более структурированный человек и думал об этом. Но он так раз и показал весь ужас структурированного мира, этот котлован. Ну да, он это увидел, он же хотел этой паровозной утопии, с одной стороны, с механизмами, с паром, с дымом, с единством человеческих тел, но в результате все это кончается вот такой вот мясорубкой. Абсолютным котлованом все кончается, и большевики, я думаю, то, что никогда Достоевский не сказал бы и его подпольный человек не сказал бы, он не думал о переустройстве мира, это только Бог может. Он говорил все время, обращаясь к человеку, что себя надо переустроить прежде всего. И то, что делали большевики, это абсолютное выступление против всех божьих заповедей. То есть они брали на себя и это в брали этих кромазалах разыграно прекрасно, когда Ивану Алешу говорит, не бери на себя это. Брали на себя те задачи, которые может взять на себя только Господь. Даже Христос не брал на себя этих задач по переустройству мира, а уж казалось бы сын Бога. Но Достоевский все-таки в большой степени предсказал революцию и предсказал 20-й век. Бесы в этом отношении это книга Нострадамуса, книга предсказания. Я же говорю, что как раз он пророк в том смысле говорил, если вы так себя будете вести, то наступит катастрофа. Вот и все. Он ничего не предсказывал. А поскольку русские люди продолжали себя вести так, как он описал, катастрофа немедленно наступила. Он показал, но я вижу тех же большевистских комиссаров вот в этих вот в Бесах и в Верховенском и так далее. Все, что наверно, но они уже были тогда. И он их нарисовал. Он не предсказал. Нечаев был, Ткачев был, Герцен, то есть Ставрогин был. Вот. Они все были. Он просто их описал. А то, что они в жизни уцелели и дошли до семнадцатого года и раньше, вот в своей беспринципности, если угодно. И это самое страшное, что он показал, потому что на все наплевать, на жизнь, на человека, на отношения между людьми, на любовь, ну, о чем все выкидываем за борт. И это он показал. Но он не говорил, что они придут. Он говорил, что они вот есть. Они уже есть. Бесы уже есть. Когда мы говорим, что он придумал это, ничего не придумал. Вот он изобразил, а то, что они остались в русской жизни, ну, это и катастрофа, собственно. Вид бесов, ужаснувший его, его привел в результате к победоносцеву? Нет, конечно. Как вот вы вообще интерпретируете все это славянофильство, почвенничество Достоевского? Ну, это сложный вопрос, и были разные периоды в жизни Достоевского. Начинал он как западник, как вы знаете. Вот эпоха. Потом разошелся с Белинским и задумался... За письмо Белинского приняли, как сейчас принято говорить. Прикновили к смертной казни расстреляни. Мне очень нравится эта форма. Да, расстрелянием. За чтение или что, за списывание? за чтение вслух запрещенного письма литератора Белинского, литератору Гоголю, литератор Достоевский приговариваются к смертной казни. Удивительные времена. Вот надо нам это слушать и ценить. Мы же живем сейчас вегетарианские времена. Россия, как говорила Ахматова. Поплюйте, пожалуйста. Да, да, да. Еще неизвестно, что будет, но как бы было и хуже. Как начинал плевак о своей речи, господа могло быть значительно хуже. Совершенно верно, да. Когда у нас говорят, что вот мы переживаем катастрофу, как большевистская революция, говорят, вы ощущаете, как будто вы не читали ничего про большевистскую революцию. Да. Что было тогда на самом деле. Вот. И Достоевский, если говорить о западничестве на филисте, он прошел сложный период. После каторги он вернулся с западником. У него есть, я цитировал это не раз в своих книгах, абсолютный панигирик западничества в начале 60-х годов. Потом начинает присматриваться больше и больше он выдвигается совершенно другую идею, не славянофильскую, почвенническую. Та, которая должна объединить и западничество, и славянофильство, если угодно. И почва это попытка образовать народ. Он говорил, самое главное, это народ. Если мы сейчас к нему не придем, не научим его читать, по крайней мере. Это беда. Это наша задача, говорил он. Но, и это тоже одна из его формул, если народ не примет, мы должны принять его идеалы, даже, он говорил, если они ищут именей, то есть религиозные. Хотя, как он понимал, у народа разные идеалы. И, как он сказал, не все же в народе преступники, есть же святые. То есть, вот эта вот формула, не все, есть же святые, очень характерна. Вообще-то, можно подумать, что все, но где-то есть святые. И он задачу ставил перед интеллигенцией, это задача поставленной интеллигенцией, образовать народ, воспитать народ. Его главные герои кто? Вот, был такой замечательный чешский президент Масарик. Да. Он писал, у него огромная книга есть, Россия, Европа, Россия, в том числе о Достоевском. Герои Достоевского, положительные герои Достоевского, все конижные люди, то есть, интеллигенция. А действительно, кого мы не возьмем из положительных героев, это все интеллектуалы. То есть, он в этом смысле достаточно социологичен. И, вот как вы сейчас описываете, даже в своей уже такой поздней славянофильской, вернее, почвенической ипостаси, он очень близок к народникам. Нет, он говорил, нет, народников он как раз не принимал, потому что... Ну, понятно, через бесов, но фактически он говорит о том же самом. Не совсем. Народники хотели поднять народ на революцию, а он хотел образовать народ, чтобы он поднялся до уровня интеллигенции. Он говорил, что если нам это не удастся, то пусть погибнем в Роси. Народ должен принять наши идеалы. Тоже, не только мы его. Если не получится, катастрофа. Ну, это Некрасовская, Белинского и Гоголь из базара понесет. Ну, в какой-то он любил Некрасова, кстати сказать. Вот, и... Да, в общем, и Белинского любил, хотя относился к нему очень сложно, поскольку был обижен до глубины дыши, чтобы Белинский не понял главное его художественное открытие двойника. Вот, то еще потом выросли братья Карамазовы, он слышит, это его, это его открытие, и оно действительно было великим открытием художественным, философским, кем угодно. Мне сейчас вышла книжка, называется, «Любовь к двойнику. Мифы реальной с русской культурой». Ну... А я сейчас думаю, двойничество сильно, но оно скорее в петербургском мифе про киперописное двойничество. Везде. Гоголь, Достоевский. Ну, разумеется, город, но у Достоевского это везде, собственно. Город, где происходят действия братьев Карамазовых, если вы помните, называется Скоттопригоневск. Скоттопригоневск, да. Для меня всегда был вопрос очень забавный, я даже как-то американским коллегам говорю, где ковбойский город в романе Достоевского? Они растерянны. Я говорю, где вестерн вообще в России? Говорю, подумайте, что делают ковбои? Ну, Скотт гоняют. Я говорю, так где же этот город? Только потом до них доходило Скоттопригоневск. Для Достоевского это город-фронтир. Как и тогда были очень популярны американцы. Тема Америки, Аляски. Светри Гайлов же собирался. Едет в Америку, да. В Америку, да. Чернышевский написал Лопухова, который уехал в Америку и вернулся в Черлюбгемонтов, это же знал Достоевский. Вообще Америка особая тема у Достоевского и Скоттопригоневского в этой же структуре. Это город-фронтир, но фронтир не только между если угодно цивилизацией и дикостью, но также между небом и землей, между землей и адом. Это фронтир. Человечество живет на границе. И это хотите сказать, что это Петербург? Да нет, это Россия. Ну да, пограничное состояние. Достоевский как некий певец пограничного состояния души, если уже, да, брать вот эту вот психологию в данном случае. Вы знаете, о чем еще хотел я поговорить, что меня невероятно привлекает в Достоевском и делает его близким, может быть, к России. Это у него то, что содержание у него доминирует над формой. Он невероятно, хотя, конечно, формально его романы потом уже при анализе оказываются выверены, да, как Бахтин их разбирал. Но если посмотреть чисто извне, зайти на Достоевского, это же ужасная проза. Вот то, что, я не знаю, по-моему, Померанц говорил, там антикрасноречие Достоевского, по-моему, тоже Бердяев об этом писал. Абсолютно антириторические стратегии, если подумать, какие-то, смотрите, ходульные совершенно герои, какие-то невообразимые ситуации, истерические ситуации, в которые они себя ставят. Язык бульварных романов, вот тоже самое вестерны, вы говорили, язык абсолютно третисортного романа. То есть, вся эта огромная духовная проблематика, экзистенциальная проблематика подаётся в совершенно дешёвом и сложно перевариваемом антураже. Можно возразить? Да. Я начну с эпизода Юрия Олеша, из его записных книжек, «Денья без строчки». Он говорит, я открываю какую-то книгу, читаю, кажется, Шеллер Михайлов, классический, реалистический роман русский, где всё подробно описано, где все речи правильные, вот каждый персонаж говорит своим языком своего социального слоя, и вдруг у меня ощущение, что страницы как будто грозовой разряд на страницах. Заговорили каким-то странным языком и как будто молнии засверкали. Я говорю, нет, это не Шеллер Михайлов, закричал я. И вдруг мелькнул я имя Анастасия Филипповна. Случайно сброшированные страницы из «Идиота» попали роман Шеллера Михайлова. И тут я понял разницу между гением и бытописателем. Это просто другой, опять же, о чём мы говорили, другой уровень. Язык плохой говорили когда-то, но говорили люди, воспитанные на языке, если угодно, Толстого, ну, и Тургенева, допустим. Достоевский даёт другой язык. Он, это язык библейский, но библейский язык, он... Пророк косноязычен. Ну, во-первых, косноязычен, во-вторых, никогда библейский пророк, и вообще библейские тексты не думали о красоте слога. И он берёт именно эту форму. Я не скажу, что это форма бульварного романа, хотя и это он принимал, он принимал всё, но... он наполнял... Понимаете, мне иногда читать тексты речи героев Толстого скучно, я заранее знаю, чего они скажут. Вот человек своего одного сословия должен говорить то-то и то-то, и он это говорит. Анна Каренина должна думать так-то, и она так думает. Всё ясно заранее, Достоевская нифига не ясно заранее. Вы извините за слово. Да нет. В контексте Достоевского, я думаю, это вполне возможно, у Толстого это было бы сложнее представить. Вот вы так который раз уже говорите, так всё это, оппозицию выстраиваете с Толстой Достоевским. Но Толстой же тоже пророк в своём роде. Он себя тоже мыслил пророком? Да, но он антихрист. Извините за прямоту. И об этом писал Владимир Соловьёв в прямом тексте. И, кстати сказать, его антихрист имеет черты Нитшианска, Нитша, Толстого, и отчасти Маркс она больше... Ну, Нитша и Маркс, я понимаю, а Толстой-то в каком смысле антихрист? Толстой, который отрицал, извините, государство, церковь, культуру, литературу, то, чем потом так блестяще воспользовались большевики. Шекспира. Шекспира, ну, вообще литературу всю. И, по-моему, Франк, не помню, кто сейчас боится соврать, кто из русских философов говорил, что Толстой пролагал пути большевизма больше, чем кто-либо другой писатель. Зеркало русской революции, как учил Владимир Ильич. Естественно. Поэтому оппозицию... А Достоевский назвал архискверным писателем. Естественно. То есть Достоевский в этом смысле тоже пророк, но пророк уже, так скажем, новозаветный, пророк христианский. Вот я формулирую так, что на почве нового завета он стал ветхозаветным пророком. Именно как христианин. Христос тоже был один из пророков, на самом деле. Вот и Достоевский эту пророческую миссию христианскую поднял до уровня ветхозаветного пророчества, но на базе, на основе именно христианских посылов, не ветхозаветных. Он задал некую пророческую парадигму всей русской литературе? Он задал какую-то планку, в которой литература должна быть такой широковещательной, онтологической, экзистенциальной? Да, он задал, но беда в том, особенно последние несколько, ну, в общем, строго говоря, после разгрома русской литературы, совершенной большевиками, у нас писатели перестали философствовать. И это, на мой взгляд, беда. Писатель не философ, он не совсем писатель, или не совсем русский писатель. Не совсем русский, да. Вот потому что, хотя и не совсем французский, Камюон кто был? Писатель, философ, он говорит, как говорил Камюон, хочешь пофилософствовать, пиши роман, говорил Камюон. Ну, да, я пытаюсь подумать, да, наверное, вы правы, я в 20 веке не могу назвать ни одного, я могу много назвать писателей-страдальцев. Хороших, да, но на этот уровень не поднимался никто. Но писатели-философ Я бы назвал последнего Михаила Булгакова, наверное. Проблематичная фигура, но и тем не менее. Ну, Владимир Карлович, так сказать, вам, как философу, после, не знаю, там, после имен Соловьева и Достоевского, того же Булгаков, мне кажется, такая философия... Нет, я не сравню его ни с Достоевскими словами, я говорю, он последний... Боюсь, этого слова попсовое достаточно. Это его так прочли сейчас. Вообще, на самом деле, он-то был не попсовым человеком, он был все-таки сын профессора богословия, он прошел очень хорошую богословскую школу в семье, вот, он был человек далеко не рядовой в этом смысле и понимал, что он делает. Вот, то, как его читают, ну, а как его могли читать еще? Вы понимаете, он изобразил одну вещь, только скажу, это будет сразу ясно. Он изобразил страну, где только у дьявола осталось сознание о Христе. Одного этого достаточно, чтобы сказать, что это не рядовая литература, но этого никто не увидел. И как его изображают, действительно, попсового права. А он написал ужас. Да, пожалуй, соглашусь. Но здесь нам очень, да, в Булгакове затмевает взгляд на него, вот эта его невероятная популярность, и то, что он стал с самым читаемым писателем русским 20 века, это все, конечно, делает сложным. Вы знаете, он вошел во все мировые чарты, и, так сказать, на Западе нас знают по Булгакову. И по Достоевскому, замечу себе. Да, 19 век по Достоевскому, 20 и 20 век по Булгакову. Нет, 20 век тоже по Достоевскому. Я об этом рассказывал студентам, повторюсь, когда я как-то попал в Германию, там, жил вместе с какими-то немецкими философами, они говорят, вы чем занимаетесь? Горосской философией. Чем, говорят они? Горосской философией. Такого же не существует, да? А кого? Я начинаю называть имена, как мне кажется, Соловьев, тот, другой. Взгляд ничего не выражающий. Достоевский, о, да, Достоевский, это величайший гений, самый великий философ. Да, Достоевский в этом смысле открыл какую-то правду о человеке, занимаясь литературой, он вышел на высшие уровни философии. Если в России не было традиции, да, картезианского рационального философствования, то в России была и богословская мысль, и в России была великая русская литература, литература Достоевского. Владимир Карлович, я благодарю вас за этот разговор, каждый раз разговаривая с вами у нас, то с вами и на телевидении, на радио уже приключалось, а хочется мне по итогам этого разговора составить такой, знаете, список авторов, упомянутых в конце. Мне кажется, что здесь поставлен один из рекордов программы «Археология», тут, по-моему, было несколько десятков, если не сотни авторов упомянутых, но я думаю, что эти слушатели, которые были с нами в этот поздний час, это оценили. И вот я хочу здесь к вопросу об этом как раз упомянуть то, что вы сказали о том, что Достоевский, это кто сказал, научил Россию жить сложно? Вячеслав Иванов, по-моему. Вячеслав Иванов, научил Россию жить сложно. И вот это, мне кажется, самое главное, что... Я уже добавлю. Так что, мне кажется, здесь самый важный урок Достоевского для 21 века, потому что это век возрастающей сложности. Это была программа «Археология». У нас в гостях был профессор высшей школы экономики Владимир Карлов. Я Сергей Медведев. Извините, Владимир Карлович, Владимир Карлович Кантор. Ну, Владимир сын Карлов Кантор. Да-да-да. Владимир Карлович Кантор. Я Сергей Медведев. Доброй ночи. И живите, и думайте сложно. Да-да.